Свести риски к нулю, заручиться поддержкой государства и поставить бизнес на рельсы стабильной прибыли и окупаемости. С начала 2016 в силу вступил закон о государственно-частном партнерстве. О новых проектах и планах на предстоящий год казахстанского центра ГЧП расскажет Азиза Макулбаева. Государственная помощь и поддержка как стимул для начинающих предпринимателей начать бизнес в социально значимых направлениях. Вкладывать свои деньги бизнесмены пока не торопятся, сама затея кажется немного авантюрной. Однако, став полноправными партнерами сделки, каждый получает свою выгоду. Государство качественные и доступные услуги, а предприниматель гарантию в виде государственного заказа. Чтобы предугадать все риски, мы решили заключить договор государственно-частного партнерства. 23 ноября был подписан договор между нами и Управлением образования города Кокшитао. Этот договор подписан на 10 лет. В течение 10 лет в рамках государственно-частного партнерства государство будет обеспечивать нас госзаказ на размещение детей и ежегодную финансовую поддержку на содержание этих детей. С момента подписания закона о государственно-частном партнерстве прошел всего год. За такое небольшое время бизнесам было предложено более 300 проектов в рамках ГЧП по всей республике. Но только 27 из них дошли до стадии подписания соглашений. Бизнес на данный момент может открыть собственными силами детский сад, больницу, другие социальные объекты. Но плюс государственно-частного партнерства является в том, что можно не только реализовать данный проект, но и получить возмещение своих инвестиционных затрат от государства. Все операционные затраты будут покрываться тоже за счет государственных средств. И самое важное, наверное, для частного инвестора и предпринимателя – это разделение рисков, так как партнером является государство, и оно позволяет нивелировать в основном все основные риски. Помочь в составлении концепции, бизнес-плана и прочих финансовых расчетов готовы аналитики казахстанского центра ГЧП. С нового года специалисты будут пока в пилотном режиме в пяти областях страны практиковать задачу проектов под ключ.